Один драматург сказал, человек с книгой в руках никогда не будет одинок. Я знаю одну книгу, открыв которую вы обретаете не просто друга, а всемогущего друга в лице самого Творца. Что это за книга? Догадайтесь. Это книга Библия. В эфире модная книга. Меня всю жизнь воспитывали и говорили. Не словом, а делом. И начинается. В школе. Сделал уроки. Докажи. На работе. Заболел. Докажи, что заболел, что не прогуливал. В личной жизни туда же. Любишь, хоть в лепешку расшибись, но докажи. Докажи, докажи. А недавно я узнаю, оказывается, какие доказательства. Мы спасаемся верой. Мы оправдываемся верой. Только верой. Верю, но не верю. Вот честное слово. Докажите. Сегодня в гостях у нас в студии докторант богословия, пастор церкви Ярослав Моток. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Ярослав, почему мне так трудно поверить, что верой мы спасаемся? Ну, в чем дело? Вера. Ну, вера – это основа христианской жизни. Только верой все веру. Ну, Библия говорит так. Послание к римлянам, 3 глава. Хочу прочитать 28 стих. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел». В другом месте написано «независимо от дел, чтобы никто не хвалился». То есть вопрос спасения играет роль наша вера в Иисуса Христа как своего спасителя. И это все для спасения. То есть мне достаточно просто верить, и я спасусь. И не обязательно быть тем замечательным христианином, которым все пытаются из меня сделать или что-то. Только верить – все. Как это ни парадоксально звучит – да. И все. И в Библии есть целый ряд примеров. Вот, к примеру, если вы помните такую историю, когда Бог сказал «помажьте косяки кровью, и я, когда увижу кровь, пройду мимо». Само слово «пасха» – это и есть пройти мимо. Так вот вопрос возникает «а вовнутрь не зайдешь? Не посмотришь? А вдруг там наглец какой-то живет? Человек вредный, скупой, жадный, который имеет плохие дела? Нет, не зайду. А если крови нет, то что я сделаю? Убью первенца. А если добряк там живет? Последней души готов отдать все с дому. Но не намазал косяк. Но не помазал косяк, не поверил, что это спасет. Он погибнет. Или, к примеру, другой случай, когда в Израиль начал роптать против Бога, и змеи поползли на Израиль. Начали жалить всех. И Господь говорит, поставь медного змея Моисею. И кто с верой его посмотрит, будет жить. Везде вера. И вот представьте, я такой человек добрый, добрый человек, хороший христианин, но не верит, что кусок меди поможет. Ну что эта медяшка ему поможет? И умирал. Умирал там, где была жизнь. А с наглецой, нагленький такой, вредненький, да еще поверил и живой. Вообще, как на меня, то я бы сделал так, чтобы вообще змеи добрых не касались. Только в злых туда, в шатер злого человека. Но Господь допустил, что все были подвержены змеям, змеяным укусом. Но человек, который поверил, вне зависимости от того, что он сделал утром, какой он хороший или плохой, христианин он, не христианин, щедрый или скупой, поверил, имеет жизнь. Не поверил, не имеет жизни. Но я думаю, что вопрос спасения, он везде такой даже. Вот если человек тонет, мы бросаем спасательный круг. А он говорит, а я добрый человек. Я не буду брать спасательный круг. Христос — это и есть спасательный круг для всех нас. И все мы нуждаемся в этом спасательном кругу. И если мы в него захватили, схватились за Христа, мы будем вечности. То есть нам достаточно верить, что Христос умер за нас, что Христос — Сын Божий, и все. А вы не боитесь, что если вот эта истина действительно будет так провозглашена массово, что мир просто рухнет, весь христианский мир, потому что, ну, куда ни глянь, везде вера, вера. Президент в церковь ходит, там правительство в церковь. Вера везде, все спасены. Люди тогда просто, не знаю, ничего делать не будут, если будет одна вера. Мне надо бояться последствий того, что если люди так примут, или последствий того, что Господь их всех будет спасать. Ну вот это два вопроса. Я в процессе того, как задавала, я уже поняла, что это два вопроса. Ну, во-первых, что спасется весь мир, потому что реально верят все. Все, куда ни глянь, все верят. Да, кстати, ученики так и подумали. Когда они услышали всю теологию, они тоже подумали, что куда все поместятся. И Христос сказал, да не смущается сердце ваше, в доме Отца Моего обителей много. Если не так, я бы вам сказал, я иду приготовить место вам, и когда пойду, приготовлю место, приду и возьму вас за пять. То есть ученики имели уверенное спасение, и они поняли, что так, если это все просто, то тогда все спасутся, где поместятся. Христос им сказал, что есть места достаточно. И что жалко, это же хорошо, что все спасутся, или плохо? Ну, это хорошо. Хорошо, плохо то, что не все имеют веру настоящую в Иисуса Христа, правильно или нет? То есть, если человек не верит, он не может спастись. А если верит, то действительно так и происходит. Кстати, этот вопрос еще убеждает нас, и мы имеем от этого уверенно в спасении. Если нет уверенности в спасении, человек и не может праведной жизнью жить. То есть верить надо, мало того, что Иисус Сын Божий, Иисус умер за нас, и уверенность в том, что мы спасемся. Но это следствие оправдания через веру приводит к тому, что человек уверен, что он спасенный. У него нет сомнений, потому что он поверил в Иисуса, и он уверен, что он спасенный. И ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Ложись на диван, лежи, ничего не делай, и будешь спасен. Так говорит Библия. Вот у меня есть знакомая, она все время жалуется на своего сына. Бабушка довольно-таки хорошая. И она говорит, моему сыну 50 лет. Он лежит на диване, ничего не хочет, ни работать, ни как-то по дому помочь. Он говорит, я верю в Бога, Бог меня спасет. На всю волю Божью. И лежит на кровати. И он спасенный, смысл его существования вообще. Спасение раздает Бог исключительно по вере. А то, что он ленивый и ничего не делает, ему просто не повезло. Он не знает даже, что такое нормальная жизнь, интересная. Насколько интереснее что-то делать, чем ничего не делать. Вы пробовали когда-нибудь ничего не делать? Это же таска зеленая. Для нормального человека это пытка. Сначала нравится, потом плохо. Это пытка, да. Поэтому то, что Господь дал нам трудиться, это слава Богу, это благословение. И суть оправдания через веру заключается не в том, что мы неправильно ее понимаем. Она у нас не живет в крови. Мы из-за этого и неправильное понимание. Вот предположим, человек сделал доброе дело, пошел в больницу, на призыв пастыря пошел, разнес литературу, посетил больницу, навестил больного. И он думает, где-то подсознательно, он это не формулирует, что где-то на небе какой-то бонус. Бог в долгу не останется. О, да. А есть какой-то бонус? А на самом деле никаких бонусов нет, только минусы. А смысл вообще тогда быть хорошим человеком, что-то делать, в то же служение в церкви вести, там еще что-то? Значит, смысл большой. Вот предположим, ангелы имеют спасение. Они в спасении не нуждаются. Однако они с огромной радостью служат нам. Служат нам. И если их сказать, вы не будете служить, для них это убыток, они будут себя плохо чувствовать. Более того, есть такая писательница, Елена Вайт, она описывала, что ангелы предложили свою вечную жизнь вместо Иисуса Христа для спасения людей. И когда их кандидатура была отвергнута, как недостаточной, они не возрадовались, не сказали, ой, чуть не умерли, хорошо, что нас отвергли, теперь будем жить, а то чуть не умерли. А огорчились. То есть для Вселенной самая великая честь пострадать за Христа, что-то сделать. И они готовы даже платить, что угодно делать, только чтобы что-то сделать для Христа. Поэтому, если мы имеем спасение, ученики так понимали, что дар спасения они получили бесплатно. Но это уже дар, это уже аксиома, это уже закрытый факт. Но они еще удостоились и пострадать за Христа, когда их побили палками. Поэтому шли и радовались не то, что теперь уже точно спасенные будут. Этот вопрос у них уже закрыт. Но радовались, что мало того, что они и спасены, да все подарки, да все им, еще и пострадать им досталось, а не другим. Вся Вселенная им завидует, потому что это великая честь перед Богом пострадать за Христа. И они еще больше задолжали Богу, когда пострадали. Вот они были должники за вечность и никогда не смогли бы рассчитаться. А тут кредит увеличили. Поэтому, когда мы имеем возможность прийти к больному в больницу и посетить его, то мы тем более еще больше становимся большими должниками перед Богом. И так были. То есть не он перед нами, никакой бонус нам не должен. Нет, мы еще больше. А почему? Вот предположим, у Бога есть две судьбы. Одна инвалид всю жизнь, а другая человек, который имеет руки, ноги, ну, конечно, придет там какую-то тысячную часть, принесет и ему навестит. И он посмотрел, что вы по своей натуре не выдержите такого испытания. Вы слишком слабы. И по любви своей к вам дал вам хорошую жизнь. Руки, ноги заработать. А тому посчитал, что тот сильнее. И дал ему такую... То есть не наказал, а наоборот. Такая ему досталась судьба. И вы приходите в больницу, вы должны сказать, Господи, чем я воздам тебе, что я пришелец, а не лежащий? Что я тебе должен сказать, когда я с тобой рассчитаюсь? А человек думает наоборот, Бог воздаст мне, я больного посетил. Вся вселенная думает по-другому, наоборот. Для них это великая честь, что-то сделать для Бога. И когда они делают, они думают, как мы рассчитаемся с Богом. И только земляне думают, что если что-то сделали доброго ближнему, там, или для Господа, или для церкви, то теперь бонус мне на небе обязательно обеспечен, и Господь со мной рассчитается. Игорь Слав, у меня внутри прям огонь горит. Противление, сопротивление мне сложно понять, принять все это. Да, эта истина равняет президента конференции с человеком, который, может быть, был наркоманом, и только пришел, и только поверил, и принял, и они на одном уровне. Поэтому это сложно принять человеку, который уже давно имеет какой-то опыт, и считает, что это являются какие-то бонусы, багаж какой-то, который, может быть, человек делает какую-то основу. Но на самом деле языческая натура, а мы с вами из язычников, очень любит иметь какую-то основу, что-то сделать. И помнишь историю про Неймана, когда пришел к Елисею, чтобы исцелиться? И слуги говорят, ну что тебе стоит окунуться семь раз в Иордане и быть здоровым? Он говорит, если бы пророк вышел и что-то великое сказал, да, вот если слуга говорит, если бы пророк что-то великое сказал, ты бы сделал или нет? Сделал бы, великое готов делать. То есть мы готовы трудиться, великое сделать, а вот просто поверить этого не может быть. Но в конце концов, когда он окунулся и очистился, что дальше делает языческая натура? Он должен с Богом рассчитаться. Он не может так пойти, он спать не будет, есть не будет, он должник, он хочет с Богом быть квиты. Поэтому он заходит к пророку и говорит, вот 10 талантов серебра, перемен одежды, возьми и упрашивал. А тот не хотел. Не хотел и отправился ни с чем, показывая, что Бог дает все бесплатно. Даром получили, даром давайте. Это весь спасение. И ты просто так исцелен, без всяких условий, ни за одежду, ни за золото. Более того, я скажу, что, вот если бы у тебя была такая сила Духа Святого, и дар такой, именно этот дар Господь бы тебе дал, исцелять больных. И пришел уже безнадежно больной к тебе. Человек, который занимался развратом каким-то, и спидом больной, и вот ты его исцеляешь. Что-нибудь бы сказала ему во время исцеления? Ну хотя бы, что Бог существует, Вселенная. Ну я как Юля, я бы сказала. Конечно. Может быть, рассказала бы 8 принципов здоровья. Обязательно. Почему бы не сказать, почему бы тебе, если ты начал новую жизнь, считай, что родился второй раз, не посвятить жизнь Богу, не заключить завес. То есть в том, что даром мы бы ему все равно не дали. Конечно, мы хотим что-то уже навешать, да. А смотри, что делает пророк. Ни слова, ни о здоровом образе жизни, ни о том, что есть Бог и Яхве, приходи, будь народом здесь, не возвращайся вообще к своему хозяину. Ничего. Умышленно ничего. Чтобы понял язычник, который привык, что идолы всегда что-то за что-то. Чтобы он понял, что Яхве, Бог, Творец Вселенной, Он дает свой дар. А дар — это просто дар, безвозмездный, просто так. И человек так именно приходит к Богу, и так получает спасение. Но потом, со временем, он начинает что-то делать и основывать свою уверенность на спасении, на своих делах. И это очень сильно мешает. Мешает жить. Мешает жить победоносной жизнью без греха. Это мешает. Потому что у человека нет уверенности в спасении. И поэтому он вот так живет. Ярослав, у меня возникло еще больше вопросов, чем было до передачи. И я думаю, у зрителей тоже. Поэтому мы точку не ставим и продолжим размышлять над этой темой в следующей нашей передаче. И там-то мы уж точно расставим все точки над «и». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова